Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, уважаемые коллеги! Я вас рад приветствовать на нашей последней вебинарной неделе этого учебного года. И, как всегда, прежде чем начать наше вещание, а сегодня у нас спикером будет Юрий Николаевич Белоножкин. Я хотел бы познакомить вас с тремя полезными ссылками, которые располагаются в самом начале чата. Первая ссылка ведет на наше расписание. Расписание нашего осталось совсем ненадолго. Последняя неделя 4 вебинара, кроме этого, нас ожидают каждый день на этой неделе. Тем не менее, хочу напомнить, что по этой ссылке вы можете записаться на любой из грядущих вебинаров. Вторая ссылка на наш видеоканал на Ютубе. И на нем будет располагаться в том числе и запись этого вебинара, когда она будет готова. Наконец, третья ссылка ведет на страницу, где описываются онлайн-курсы, которые предлагает компания Директ Медиа. Это онлайн-курсы, связанные с медийным бизнесом, с онлайн-обучением, с производством учебного контента и так далее. Пока там 4 курса, но в ближайшее время там будет их гораздо больше. С авторами мы уже говорим по этому поводу. Ну что ж, я хотел бы, как всегда, анонсировать два следующих вебинара. Вот даю их прямо сейчас в чате. Первый вебинар состоится завтра. Это вебинар Константина Николаевича Костюка. Тренда из датского рынка. Формирование рынка авторов в цифровой публикационной среде. И 27-го числа в среду будет вебинар победителя, одного из победителей нашего конкурса. Тем вебинаров от слушателей Лизет Шелдебаева проведет вебинар под названием «Секреты эффективной презентации проектов». Вот, милости прошу на эти вебинары, записывайтесь, время еще есть. Ну что ж, моя вводная часть закончена. Я приглашаю Юрия Николаевича Костюка. Кстати, призываю всех поздравить его сегодня, Юрия Николаевича, день рождения. Вот, и прошу провести сегодняшний вебинар. Привет, Павел. Здравствуйте, дорогие. Начинаем с вами необычное мероприятие, необычный вебинар. Спасибо за ваши поздравления. Я очень тронут в онлайн. Мы можем жить так же трогательно, так же душевно, как и в оффлайн. Это чувствуем. Спасибо. И я бы хотел с вами построить этот вебинар, как открытие того, открытие, которое я совершил сам. А сегодня мы совершим его вместе. Откроем вот этот новый продукт под названием необычным промоиз.ком или промоиз. По-разному говорят сами разработчики этого сервиса. Я открыл сейчас страничку. Спасибо. Рекламную страничку. И хочу спросить, видите ли вы, как я двигаю мышкой по этой страничке? Хорошо ли видно мой экран? Отлично. Спасибо. Итак, спасибо. Итак, история была такова. Многие из вас, но я, по крайней мере, точно, всегда живо реагируют на какую-то интересную рекламу, на какие-то интересные предложения, которые, возможно, будут полезны для наших обучаемых, учеников и студентов, в том числе и сервис по созданию анимации. И когда я в очередной раз получил примерно год назад это предложение, я заинтересовался, что я увидел. Ну вот я сейчас перевел с английского с помощью Google, поэтому не подумайте, что это какая-то моя презентация. Нет, это перевод Google. Предлагается открыть для себя проверенное видео, программное обеспечение для создания видео, которое поможет вам создать проверенные, опять же, видео с высоким преобразованием, ну, с высоким, с хорошим, с высоким уровнем производства, вот так можно сказать, при помощи нескольких щелчков и замен. Создавать анимационные рекламные. Я сразу хочу сказать, что да, тут будет часто упоминаться реклама, но когда я посмотрел, и когда вы сегодня посмотрите этот продукт в работе, вы почувствуете то же, что, наверное, то, что почувствовал и я. То, что вот эти элементы, которые используются в рекламе, можно использовать в работе педагога-преподавателя. Что здесь следует сразу обратить внимание, что они предлагают 100 готовых шаблонов. Хочу сказать, что кто из вас продявит активность, интерес, я предоставлю доступ к этому же сервису, поэтому спрашивайте, интересуйтесь, вы будете вознаграждены возможностью, не все, а самый активный, а может быть два, которые получат доступ к этому сервису бесплатно. Поэтому сразу давайте вот пытайтесь найти для себя выгоду, хотя можете, конечно, и купить. Я с этого никакой интерес материальный с ваших покупок иметь не буду, сразу могу вас успокоить, а вот понять психологию и полезность, давайте вместе попробуем. Итак, 100 готовых шаблонов каких-то решений. Вот я сразу покажу, что я получил. Вот эти готовые шаблоны. Я сейчас не говорю их содержание, а показываю количество. Вот они, все эти готовые шаблоны, которые можно использовать и скачивать, элементы из этих шаблонов, редактировать и применять в виде сочетания разных вот этих элементов для своих задач, образовательных, а в том числе и функционально-служебных или коммерческих. Всего лишь три простых шага, они говорят, нужно для пользы. Скачать шаблон, выбрать состав этих элементов и сделать экспорт готового ролика MP4. Количество видео неограничено. Имеется в виду, что после покупки этого программного обеспечения, это не веб-сервис, это обхитная программа, можно создавать любое количество видео бесконечного, бесконечной длины и неограниченного времени, то есть лицензия вечная. Говорят, что никакое специальное скачиваемое программное обеспечение не требуется, хотя, скажу сразу, на самом деле требуется. Они дают программку, но каждый раз она подключается к интернету. Пожизненная, доступно коммерческая, то есть вы можете зарабатывать вполне легально. Что еще можно отметить, что если вы, это уже говорил в прошлый раз и не один раз, что если вы передумаете, захотите вернуть деньги обратно, они возвращают. По-моему, это индусы, но для нас это не имеет значения, национальность, главное интересует качество и результат. Вот это вот 30 дней действительно работают. Комментарии от реальных людей мы не будем сейчас рассматривать. Все мы знаем, что можно это все и подтасовать, и искусственно подделать, но они сразу же заработают в рекламном плане очень хорошо. Мне нравятся. Они очень быстро, по крайней мере, меня захватывают, мое внимание, вот этим лендингом. Вот тут короткое описание, что надо сделать. Скачайте, замените элементы и создайте свое видео. Вот тут они используют очень типичный рекламный трюк сразу, вот как я это вижу. Они одно и то же могут повторять многократно на лендинге. Некая психологическая процедура внушения. За три простых шага вам не нужен опыт любой длины. Вот этот разработчик Андрей, вот они долго работали, сделаны шаблоны, вот опять идут повторы, повторы, вот эта коробка, это все фикция, ничего этого не существует, я и сам могу, и вы, наверное, вот такие коробки создавать, да еще с отображением. Это все реклама. Вот уже показывается сам интерфейс, это еще до покупки я увидел. Я вижу знакомый таймлайн, который есть во многих видеоредакторах, я вижу состав элементов. Вот тут я вижу настроечки, то есть в рекламе все хорошо показывается. Вот фрагмент, когда вы можете заменить какой-то элемент, создать видео именно из этой сцены, а вот это все сцены идут, заменить подложку или бэкграунд, добавить свой бэкграунд или удалить сцену. Ну, такой простой интерфейс для тех, кто немного владеет английским, это несложно. Это все идет лендинг. Цена будет сейчас цена. Перед ценой смотрите, как они психологически нас обрабатывают, ну, по крайней мере, меня тоже. Они упирают, что это дорого, что раньше мы платили 400 долларов. Иногда они используют и другие суммы. Вот здесь такое решили выбрать. Что тут не требуется дизайнеры, вы сами можете за минуты все сделать. На самом деле, это не так. Это я уже вам говорю, как пользователь. Это не за минуты делается, чтобы выбрать состав элементов. Там нужно потратить прилично времени. Но с другой стороны, скажу, что там действительно не требуется специальное знание. Там нужно творческое. творческое отношение, комбинация, воображение, что вы хотите, оно действительно создается. Дальше мы идем к цене. Вот они продолжают накачивать наше внимание. Я специально говорю об этом маркетинговом ходе, потому что вы тоже с этим можете столкнуться, когда что-то будете видеть, какое-то предложение. Примерно одна и та же маркетинговая психология работает. Захватите внимание и так далее. Действительно, захватить внимание можно. Вот я сейчас попробую запустить демо-ролик прямо здесь, без звука. Звук не нужен. Там музыка, кстати, музыка там поставляется, лицензионная в комплекте. А голос вы можете записать свой или по сценам наговаривать кусочками текст или готовый файл со звуком занести в этот фильм и сделать видеоэффекты. Это тоже удобно. Посмотрим и оценим. Я приглашаю вас оценить, что мы здесь видим. Вот я сейчас нажму на паузу. Мы видим, что здесь за окном стадион дети играют, не пугайтесь. Можно комбинировать, вставлять свои логотипы, свои тексты. Можно размещать свои какие-то изображения. Можно брать вот это тоже готовое изображение, можно менять, вставлять любое. Вот этот текст вы можете редактировать, сразу скажу. Вот тут вот тоже можете редактировать. То есть готовые сюжеты вы можете, которые понравятся, из них, составлять, комбинировать любую последовательность, секвенцию любых сочетаний. Не скажу, что, не знаю, как вам, вот такой клепартовский стиль мне нравится. Он там присутствует. Во многих роликах есть вот эти достаточно уже вышедшие из ноды устаревшие клепарты. Ну, кому-то они могут и понравиться. Они шевелятся, это хорошо, но эстетично мне, например, уже не очень нравится. Хотя есть и неплохие сюжетные анимационные готовые фрагменты. Посмотрим, что дальше в этом наборе идет. Вот такие прорисовки, имитация рисования на экране там часто встречаются. вы можете их использовать. Единственное, разочарую тех, которые думают, что можно создавать вот этот эффект рисования руки для любого рисунка. Нет, не для любого. Там уже готовые элементы домик рисует или что-то еще. Вот это вот минус. Мы видим очень много таких вот анимационных движений, стрелочки, тексты, они сохраняются. Они работают, их можно использовать, вот эти анимационные движения текстов и графики. Вот это вы можете использовать. Это привлекает, вот эта динамика, она привлекает взгляд. Это интересно. Единственное, скажу сразу, что шрифты поддерживаются кириллические не все, но поддерживаются. Просто меняете фонт, шрифт, и он будет так же красиво выходить динамически в вашем ролике. Хорошая музыка сейчас звучит. Ну вот вы видите, что можно сделать, различные готовые анимашечки. Их там ну тысячи можно примерно так я насчитываю в этих сотнях шаблонах. Любое изображение вы можете у себя менять, но динамический эффект при этом будет сохраняться. Вот эти печатающие, шевелящиеся человеки, да, их можно брать. все вот эти эффекты можно спокойно использовать для своих задач. Вот этого копающего человечка, пишущего грустного человечка, потом он становится веселеньким, жизнерадостным. вот этот уродец тоже станет счастливым. Ну в целом вот он уже счастливый. Вот этот клепартовский ролик уже мы видели. В целом я сразу год назад, когда мы планировали эти вебинары, заранее планировал, я думаю, что буду применять. Мне показалось это интересным, легким и выгодным. Я приобрел этот программный пакет. Кроме того, здесь они подчеркивают клубные шаблоны. Это за дополнительную плану можно еще какие-то более крутые шаблоны найти, но я уже их не покупал. Мне показалось это не нужно. Но здесь мы видим, что видео, вот я хочу тоже обратить внимание на маркетологов, те, кто продает онлайн-курсы или услуги в онлайн. Здесь очень много готовых скриптов, текстов с наработанным видеорядом, где вы можете опираться для создания сценария своего ролика. Вот это хорошо, я почитал, они очень грамотно прописывают вот эти скрипты, текстовые сценарии последовательности. Ну дальше они все одно и то же повторяют чуть-чуть разных модификациях. Купите, купите. И вот вопрос по цене. 27 долларов. Вот то, что приобрел я. И видим, что знакомый прием у маркетологов зачерпнуть старую сумму. Как она была год назад, так и не меняется. На 10 долларов точно такая же лицензия, но все то же самое, но можно вести коммерческую деятельность. Вот вся разница. Ну и пожалуй все. И я бы хотел спросить вас, дорогие коллеги, вот как вы воспринимаете для себя воздействие от этой рекламы, от этого маркетинга. Вот я сказал уже на меня она произвела впечатление, мне показалось, что эти 1800 рублей небольшая сумма я получу возможность компоновать и мне это понравилось. Если на вас произвело позитивное впечатление, вот в моем пересказе напишите плюсик, если негативное, напишите минус. Вот, вас впечатлило, вас впечатлило, вот и меня оно впечатлило, теперь спасибо. Вот, готовое. Давайте сейчас мы сделаем следующий шаг, рассмотрим готовые шаблоны. И я открываю вот уже те, кто купит, вот как я купил, готовые шаблоны. Вот тут голос нарушения, это перевод, гуглоперевод, не обращайте внимания, это проголосовать за нарушение авторских прав. А вот пошли сами названия шаблонов, продажа продуктов 3D-графики или альтернативный вариант, что тут я еще могу сразу сказать. Ремонт ванной комнаты, кстати, у меня был недавно, полгода назад, мне просили сделать ролик именно для мастера по ремонту ванных комнат. То есть, мы видим здесь страховые агенты, средства для чистки ковров, это все было сделано для рекламы. Но я сделал оговорку, что можно из этих элементов насобирать и свои какие-то сюжеты по своей учебной дисциплине или деловые задачи. Ну вот не знаю, что вас заинтересует, мне все равно, что смотреть, давайте посмотрим ролик, шаблон по первому предложению 3D графика. То есть, вы сначала смотрите вот этот шаблон, вот он так выглядит, вот этот клип-арт, вот что-то шевелится, вы смотрите, наблюдаете за тем, что происходит, вот этот элемент неплохо смотрится, и вы видите, что из этих элементов вы можете насобирать, вот человек роет вручную, вот он использует какой-то набор инструментов, и вот появляется у него решение, у вас создается образ, который вы, вот визуальный эффект, это все работает, кликаете мышкой, пишете по-русски свой текст, вот выбираете, это все сцены, вот такой уже мальчик, уже у него появился рычаг, человечек, вот он управляет видео, вот он, вы пишете здесь свой текст, начните сейчас обучаться, приступайте ко мне, вот вы посмотрели этот макет, если вам его не нравится, вы смотрите другой, вот они везде делают парами, одну и ту же тему они показывают в альтернативе, вот тот же самый текст, тот же самый скрипт, они показывают другим медийным фоном, и так вы на втором шаге выбираете нужный вам, ой, простите, нужный вам шаблон, давайте посмотрим альтернативный вариант, ну вот здесь сцена, где Сталина видео, где что-то печатает человек, скажу сразу, вот я уже имею опыт, вы вместо этого видео, в эту сцену ставите другое, видео, совершенно спокойно, вот я его еще раз покажу, вставка видео, единственное, это видео куда-то ушло через транзишн, вот такой вот эффект, вот такой, другая сцена, вот здесь текст, который вы редактируете, вот эти ленты бегут, наверное это хорошо тем, кто занимается созданием курса по учебному видео, вот тут можно какую-то картинку, которая вот так переворачивается, вот вы вот здесь ставить свой логотип, взять свою фотографию, но обратите внимание, у нее вот такие вот линзы здесь, эффект линз, такой эффект параллакса наблюдается, вы можете это все в голове все представлять, вот так оно уходит, опять ролик, его можно заменить на любой другой, вот это все происходит, идет, ролик длится 50 секунд, они делают все где-то в районе 50, точнее 47 секунд, если это рекламный ролик, вот здесь вот появляются текст, который вы можете изменить, а фон, фон, вот эти все ролики, которые вы видите в рекламе, они бесплатные, вы можете спокойно использовать, это открытая лицензия, это тоже плюс, минус, что вот этот шрифт, по-русски написан не будет, но можно написать другим шрифтом этот перевод, давайте закончим этот вариант и и все и все вот так вот вы выбираете свои сюжеты, свои ролики, теперь я хочу спросить, спросить, непонятно, как работает, сейчас подойдем, тут надо понять вот эти два шага, если они понятны, тогда идем дальше, бук трейеров, бук трейеров, я не знаю такого слова, бук это книга, трейер, дорожка, пока не знаю, ну, давайте посмотрим практику, как это работает, бук трейлеров, бук трейлеров, это типа рекламка для каких-то заказов, может, если так, да, 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 так, теперь я возьму попробую, вот, у меня уже программа эта открыта, вот так, вот я открыл эту программу про мой у себя, и я открыл образец, который скачал, и уже посмотрим вот эти образцы, он предлагает сохранить, нет, не сохранять, вот, готовые вот эти образцы, которые там можно скачать, я могу скачивать, посмотрим, как работает, вот, я его смотрю, посмотрим на нижнюю дорожку, вот, она состоит из этих сцен, готовые сцены, очень просто и очень легко с этим работать, с каждой сценой можно сделать вот сюда, нажать на дублирование и повторить, если вы хотите повторить, или удалить любую из этих сцен, сцена может редактироваться очень легко, вот, вы кликнули сюда, а тут написано имидж, кликайте по этому обозначению имидж, и можете из своего диска загрузить любую картинку другую, или добавить из Pixabay хранилища изображения другую картинку, если у вас там есть ключ, надо ввести свой ключ, и тогда вы получаете доступ к хранилищам, эту картинку вы можете менять размеры, все интуитивно понятно, вот, я уже вижу, что я ее испортил, появилась полоска белая, и справа тоже появилась полоска, следующая сцена очень простая, тоже замена картинки, не подумайте, что тут что-то особенное, это готовая картинка, наложение одного слоя на другой, и часы наложились на лицо этой девушки, можно посмотреть, как эта сцена выглядит, вот, я нажал вот сюда, и все, и я вижу, как эта сцена воспроизводится, причем со звуком и музыкой, которая там есть, вот здесь кнопочка аудио, вы можете на эту сцену наговорить микрофончиком конкретную отдельную фразу, то есть вам не нужно заниматься редактированием, подгонять аудиофайл под какой-то ролик, вы можете прямо здесь наговаривать четко на каждую сцену нужный текст, при воспроизведении он будет идти без задержек, без искажений, или какой-то готовый файл можете загрузить на каждую эту сцену, здесь также имеется возможность выставления эффектов, выставления фона, вот здесь музыками фон идет тише, 11%, основной голос идет 80%, и вот эти эффекты затухания в начале и в конце, все очень просто со звуком, дальше давайте посмотрим что-то более интересное, если здесь была картинка, причем картинка с динамическим эффектом удаления, это готовый эффект, который вы можете применить, здесь наоборот эффект движения по диагонали с приближением мы видим, и мощным приближением в конце, вот эти динамические эффекты очень, по-моему, интересны, редактировать динамику я не знаю как, нету здесь по-моему такой возможности, проще взять готовую такую сцену и только менять картинки, и получается такой видеоряд, кстати, вот здесь присутствует коллега Евгения Широкова, она спрашивала, вот здесь этот эффект, который она просила подсказать, тоже есть, когда под музыку ряд картинок движется с эффектами приближения, удаления, перемещения по диагонали, а вот третья сцена, она предусматривает вид или видео, вот здесь вы можете загрузить свое видео, и оно будет воспроизводиться, не буду я это делать, ваше видео здесь будет воспроизводиться, здесь никакого особого эффекта нет, кроме, пожалуй, одного, что под какое-то готовое видео вы можете разместить свой голос, свою звуковую дорожку, здесь уже знакомая сцена просто с одним изображением, здесь тоже только изображение, здесь тоже только изображение, единственное, меняется показ, видите, изменяется динамика, у каждого изображения в этой рекламе разная динамика, вот, например, такая, вот такая динамика, здесь меняется в видео, причем можно еще вот это каждое, там где видео, можно посмотреть в динамике, они здесь добавляют иногда пустые ячейки для текста, вот она пустая, и вы можете написать свой текст, вот видите, он не пишет, но если переключить на латинский, будет писать, потому что это шрифт, шрифт, который не поддержит кириллицу, поэтому нужно искать методом перебора шрифт, который будет поддерживать кириллицу, вот тут может уйти на поиск немало времени, и в итоге вы можете найти какой-то кириллический шрифт, вот он опять не поддерживается, вот так вот, видите, не поддерживается, вот, шрифт, уверяю вас, что методом перебора вы постепенно найдете ваш шрифт, я уже давно этим не играл сам, я сейчас занялся новым направлением, уже прошел год искусственным интеллектом, чат-ботами, но помню точно, что шрифты здесь подобрать можно, и они тоже будут работать, размер шрифта вы можете здесь менять, цвет тоже можете менять, все, этот редактор работает, что еще можно здесь сказать, здесь для того, чтобы создать это видео в конце, когда вы выбираете, вы нажимаете новое видео, можете добавить водяной знак, и начать экспорт, выбрать размер, вот тут хорошие размеры есть, выбирайте качество, какое нужно, и будет создан такой фильм, в итоге 100% появится. Я рассказал основные технические приемы, как с этим работать. Скажите, пожалуйста, какие появились вопросы. Программа поддерживает русский язык, вот он тут стоит, но не полностью, не на все 100%. Вот язык, интерфейс меняется. Из страны СНГ вижу только Россию. В принципе и английский было бы достаточно. Это что касается интерфейса. Он не полностью переведен на русский. Дальше вопрос. Если скопировать из документов, вставить текст, если шрифт выбран правильно, то вставится, если шрифт не поддерживает кириллицу, то он не вставится. Длина текста, она должна быть такой, чтобы она вместилась в экран. То есть любой, чтобы было красиво. Чтобы он не выходил за пределы экрана. Ну давайте какой-нибудь еще один пример откроем. Так, это был пример Альтернатив Изи веб-сайт. Если я выберу другой, пример. Так, мне эта кнопочка мешает. Да, вот пошла загрузка. Не скажу, что так уж он шустро работает, особенно на загрузке. Но вот он загрузился. По-моему, это одно и то же. Да, это одно и то же. А если другой образец? опять пошла загрузка. Да, это то же самое. Ну давайте какой-то другой смотрим пример. Ремонт компьютера. Возможно, это тем, кому интересно. так, кто занимается информатикой. Вот ремонт компьютера. Все. Допустим, я посмотрел фильм. А, вот тут он просит логин, пароль. То, что оплачено. Так. О. я уже забыл, какой тут у меня логин, пароль. Хотя вчера входил. Но если забыл, можно восстановить. Ну, вот он уже заблокировал мой вход. Здесь только английский. Но он действительно позволяет скачивать и редактировать вот эти вот элементы. Давайте какой-нибудь я другой еще загружу вариант. Ну, вот такой вариант. Ранее скачивал и посмотрю. Размер созданного видео. вот загрузился любой любой. На пробную. Пробной версии здесь нет. Вот вариант с пробной гарантией. Хороший еще один маркетинговый трюк. Они не... Вот эта группа не компания, а группа разработчиков. Они много продуктов разрабатывают. я уже про них некоторые говорил. Что они делают? Они вот эти платные программы, вот это все их и видеороботы, и видео, и говорящие аватары, еще там около десятка лишних программ, они не дают пробный формат. Почему? Я понимаю смысл в том, что они надеются, что человек забудет про эти 30 дней, и деньги останутся им. То есть получается закона. Никакого пробного формата нет. Ну вот еще посмотрим на этот вариант. Вот здесь вот в этом ролике, в этой сцене мы видим вот этого не очень, на мой взгляд, удачного человечика шевелящегося, вот он так вот, вот так это работает. Но текст вот уже здесь есть, здесь текст есть. Видите, он небольшой, то есть он должен быть компактный, вмещаться на размере экрана. Забыл я, какой должен, поддерживать кириллицу. Не помню. Не помню. Нет, не купру. Ну, если кому надо, посижу, вспомню, сейчас суть не в этом. Вы можете этот размер менять. Вот видите, уменьшился размер здесь на макете. Вот меняю 30, вот он меняется здесь. Вот он, он здесь меняется. Шрит выставляется здесь. И цвет также здесь можно вот он меняется. Окей. Посмотрим еще, сколько у нас осталось времени немного. Посмотрим на те моменты, которые здесь можно применить. здесь можно только ставить SVG файл. Здесь мы видим видео. Вот это мне понравилось, с этим можно играть. Вот это я делал год назад, вот это я сидел редактировал. Вот из этой сцены можно создать кусочек видео, потом где-нибудь в камтазе или как опторедакторе из этих кусочков скомпоновать то, что нужно. Вот этот текст видите to be отдельно появляется по кусочкам, вот эта фраза появляется по кусочкам to be быть, а вот поддерживается это дефолтовый, вот он дефолтовый шрифт поддержит кириллицу быть. Следующее успешным появится эта фраза по кусочкам дальше и вот последнее быть успешным с тут уже надо грамотно переводить шаблон быть успешным в маркетинге тогда здесь убрать и получится вот такая штучка если нажать получится так а он этот текст не берет то есть он он есть мы видим его но он не отображается дефолтовый он изображается как черновик понятно но тем не менее вы уже поняли что ваш текст будет изменен отредактирован и так же будет красиво появляться если вы этого пожелаете вот здесь тоже мы видим такой набор сюжетов и текстов пропускаем вот облачко и здесь ваш текст эта картинка остается и так далее я пока не вижу вот мы сейчас не видим тех примеров которые можно применить непосредственно в учебном процессе здесь сюжеты такие более коммерческие более для продажи но вот этот вот сюжет ставить сюда свою картинку можно давайте попробуем это сделать взять свою картинку из какого-то хранилища ну вот эту картинку добавить и посмотрим как это работает вот эта картинка двигается наша вот вот все здесь опять пошла анимация тут какая-то картинка тоже какой-то текст вы можете его менять добавлять и все это будет красиво выглядеть вы можете из этой сцены также создать свой файлик 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 давайте но но вот этот процесс потребует какого-то времени коллеги давайте теперь сделаем вот что я предлагаю посмотреть уже не на технологию в оставшееся время а посмотреть на сюжеты которые есть в этих готовых шаблонах вот это самое интересное потом из них скомпоновать то что вам надо будет несложно уверяю вас несложно каждый из вас может сделать вот этот фрагментик создался говорит экспорт готов открыть каталог видео и вот этот маленький кусочек видео создался я там ничего не редактировал но подтверждаю что действительно из каждой сцены можно собрать эти кусочки готового видео все оно закончилось ну что если вы не возражаете я не рассказываю вот эти технические моменты их можно сохранять можно просматривать весь фильм в режиме просмотра вот я уже тут шрифт изменил на свой только русский не нашел извините но сам макет вот работает вот так давайте пойдем дальше на просмотр вот этих роликов и так я предлагаю поиграть посмотреть что из этих роликов может быть полезно по вашим предметам вы если увидите какую-то сценку или сюжет пожалуйста напишите дайте об этом узнать как любым образом который вас устраивает давайте вот это сделаем так автоматическая поддержка смотрим сюжет шаблон готового ролика и ищем в нем то что нам полезно так ну вот этот вот элемент этот сюжет где движется фото мы уже много раз видели нам это понятно там можно поставить что угодно вот тоже сцена где что-то готовая картинка движется только они движутся в разной плоскостях ну что неплохо можно брать для создания динамических эффектов но этого мало вот еще одна картинка только уходит от нас от центра вот это вот интересно ли вот это когда на фоне некого такого прожекторов появляется ваш логотип название вашего курса или вашего предмета но возможно это интересно так оно приблизилось тут опять движение изображения и в общем-то ничего такого анимационного здесь особенного нет это просто набор изображений с разным динамическим эффектом поэтому мы наверное не выделим этот шаблон как особо интересный а вот здесь вот добавочка сидит девочка с ноутбуком и логотип название вашего курса вашего предмета или какой-то темы здесь может появиться вот это по-моему интересно давайте посмотрим дальше автоматизированный строитель онлайн магазин что здесь ценного может быть давайте посмотрим элементы так вот здесь интересно появление шрифтов с различным динамическим выходом фотография сама может быть любой из любого источника может быть и ваша но мне нравится вот здесь динамическое такое экспрессивное появление этих букв которые можете отредактировать там будет ваш текст вот так вот под музыку под голос вот такие вот тексты могут появиться так это пропускаем это обычные движения картинки вот этот эффект я бы посчитал бы привлекающим внимание где поверх видео ваше видео появляется вот этот набор линз и здесь появляется ваш текст а хотите ли вы получить лучший детализированный сервис написано здесь ищите ли вы то есть вы пишете здесь любой свой текст вот эти лупы они создают иллюзию вот работы вот эти эффекты работы поиска с лупами мне кажется это интересно взять эту сцену для обращения внимания вот еще один динамический эффект взята фотография вставляются здесь тексты еще раз говорю они могут быть и на кириллице но здесь есть вот это вот динамическая какая-то картиночка появляются тексты сами движется очень динамично и вот эти зеленые квадратики создают некую динамику также вот этот элемент название вашего предмета вот эти выплывающие и подрагивающие буквы тексты могут создавать привлечение внимания ну это обычное изображение обычное изображение с вот вот это же изображение с текстами тексты выходят в определенной динамике с тенями объемные вот ваш логотип вот ваши телефоны сайты приемная комиссия или что угодно вот она пошла привлекательность из-за которой наверное и стоило собираться давайте еще посмотрим тот же ролик но в альтернативном варианте те из вас которые замечают для себя остановлю остановлю так остановлю замечают для себя некую полезность отдельных элементов то ли текстовых то ли визуальных прошу поставить два плюсика те которые допускают что это может быть интересно напишите один плюсик те которые считают что это вообще бесполезно это не имеет никакой практической и прочей пользы вы напишите минус или два минуса давайте посмотрим на вот этот готовый анимационный элемент готовый анимационный элемент интересно вот он движется так мне интересует здесь ну это автомойка какая-то карвош можно ли ее отредактировать думаю да на русский язык но это нам педагогам может быть и не надо может быть и не надо это чисто тем у кого то рекламой автомой занимаются но сюжет любопытный вот этот человек грустит у него какая-то проблема ну возможно и интересен вот у него какая-то проблема и вот здесь какой-то текст логотип уже понятно это полезно вот тут набор набор текстов выплывающих динамически можно взять на вооружение для чего-то для какого-то пояснения опять знакомая картина сейчас появится наверное этот человек вот вот этот элемент готовый можно взять их там немало можно найти с провисовкой и в конце появляются названия компании телефоны адрес фейсбуке адрес страничка в твиттере вот это это тоже отдельная сцена в принципе можно ее использовать один раз сделать и использовать ну давайте еще несколько раз посмотрим что-нибудь ближе к образованию ну страховой агент автомобиля возможно это тем кто занимается финансами может предмет страхования у финансистов есть такой может быть он полезен для создания какого-то промо-ролика или демо-ролика для какого-то курса для какой-то темы по предмету так ну этот этот видео фрагмент интересен тем что у него можно добавлять текст правда тут речь идет про поиск работы ага ну вот уже пошли скрипты готовые тексты которые используют маркетологи и возможно они нам будут интересны построение логики три вещи которые вам необходимо рассмотреть наличие лицензии сертификата и страховки это был пример про поиск работодателя посмотреть портфолио на предыдущих работах посмотреть легитимность точность представления оценить насколько оно объективно насколько оно честно то есть вот эти вот динамические эффекты с текстами неплохо смотрятся вот вот ваш логотип так я вижу вы уже даете оценочки у вас в основном идут по одному плюсику и я тоже соглашаюсь это опять картинка просто просто картинка которую можете поставить свою и составить такие динамические эффекты мало у кого есть два плюсика из вас я с этим согласен потому что это не супер программа но с другой стороны за такую сумму получить вечную лицензию вечное право не надо платить там раз в месяц или ежегодно один раз оплатил оно работает постоянно наверное это может быть полезным у меня осталось 4 минуты я показываю тут и про собак и создание сайтов и работа с электрикой вот может быть кто-то преподает по электротехнике какие-то дисциплины со спортом кое-что есть консалтинг есть продоход в интернете есть опять же для финансистов онлайн консультант по брачным семейным отношениям возможно это будет промо-ролик полезен тем кто занимается психологией преподает то ли в онлайн то ли в оффлайн что-то преподает вот это вот может быть интересно итак подводим итог дорогие друзья мы с вами рассмотрели процесс чтения рекламы насколько она соответствует и мы теперь видим что действительно мне кажется действительно они не соврали что это можно все делать но не так это все быстро то есть всегда мы делаем ограничения так быстро не получается как они пишут в три клика нужно потратить время написать начало какой-то сценарий хотя у меня есть две стратегии я смотрю ролики и глядя на них из готовых элементов формирую сценарий такое тоже или у меня сначала готовый сценарий в голове на листке уже написан я начинаю искать обычно у меня происходит от первого я о чужих сценариях нахожу свои идеи начинаю их составлять и вот мы рассмотрели убедились что да реклама честная насколько это экономически целесообразно приобретать я не могу сказать вот эти 27 долларов 1800 рублей насколько они объективны я пока еще не оценил я создавал свой ролик с озвучкой он был связан с продажами я не хочу специально показывать он был на русском языке полностью потому что это будет реклама моего продукта я не хочу заниматься рекламой я хочу сами просто выделить пользу совместную вот этого анализа пользу для чего это нужно каждому научиться продукт может быть другой любой умение анализировать выбирать и оценивать вот это будет сложно вот это самое главное мне кажется не особо ценно не особо ценно затрата но я думаю что я к этому вернусь и буду создавать ролики а я их люблю мне нравится сама идея создания эмоционального настроя с помощью видео и я надеюсь все таки возвращу эти затраты больше у меня нет мы практику посмотрели у вас вопросов не возникло какие есть пожелания да да как учитель математики вот давайте вот пусть каждый подумает что в вашем предмете это нужно я согласен что анимации здесь нет хотя вот если Римма Риммовна даст мне несколько минут я посижу подумаю я и для математики найду увлекательный сюжет и сценарий с помощью вот этих видео скорее всего я найду какие-то качественные изображения из истории какие-то эффекты текстовые динамические эффекты которые возникают на этих изображениях например без математики ракеты не полетят дома они будут стоять химия не будет работать вот этот сюжет что невозможно без математики мог бы сделать увлекательный сценарий с помощью вот этих динамических эффектов с хорошим голосом под музыку как введение в некий курс некую программу или онлайн курс по подготовке к ЕГЭ я вот уже пока говорил представил что это тоже можно то есть не показ формул а показ значимости математики в жизни человека показ каких-то коллизий которые возникают из-за незнания математики вот в ролике 60-50 секунд я бы это сделал мне так кажется да значимость не не содержательную часть как мы действительно я так понял вы сюда шли что вы содержательную часть с помощью анимации сможете сделать но давайте тогда содержательную часть допустим вы рассматриваете какую-то теорему какую-то задачу и хотите ее сделать с помощью видео я бы это сделал так что само решение с вашим голосом запись действий на бумаге или на планшете оно остается один к одному а вот интрос введение к этому уроку можно было бы сделать каким-то драматичным например многие из выпускников или те кто сдают ЕГЭ сталкиваются с этой проблемой она происходит от того что вы рассказываете от чего в введении в интросе говорите вот сейчас прослушайте внимательно и вам станет легче у вас не будет таких проблем вот в этом интросе до того как вы начали что-то чертить и объяснять вы сделали акцент на важности этого ролика тем самым вы заставили возбудили у него интерес чтобы он слушал до конца не отвлекался ни на телефон ни на что угодно он смотрел бы до конца вот этот драматизм в начале можно создать вот мне так кажется спасибо коллеги если еще какие-то пожелания вопросы я очень благодарен за вашего реплики я надеюсь что сама идея выбора композиции вот этих вот моментов для ваших задач вот если вы сейчас что-то спросите вот евгения юрьевна спросит она бы могла бы спросить вот мне по работе библиотеки что можно было бы использовать с помощью вот этого продукта я бы наверное тоже бы сделал бы некий сюжет некий сценарий в голове и только не знаю где его разместить использовали библиотека сайты ну может быть какие-то события какие-то значимые события можно было бы анимировать кстати можно сделать ведь не только видео а можно сделать гиф вот я пользуюсь добротой Павла вот сейчас покажу что-то как работает гиф вот у меня есть бот да вот посмотрите вот он говорит это мой бот он пишет вот так но он не может говорить голосом но я могу вставлять вот эти гифы человечики какие-то сюжеты которые имитируют живое поведение вот сейчас я покажу вам работу бота и вот смотрите вот это вот гиф вот я сопровождаю текст вот этим гифом он имитирует фильм этот фильм можно сделать в том числе и с помощью промоис где вы какую-то информационную какую-то задачу хотите решить вот вот даже в боте это чат бот который я сейчас делаю или даже на странице сайта вы можете какие-то завлекушки какие-то акценты визуализировать и они будут привлекать внимание как раз для библиотеки и можно использовать спасибо Надежда Васильевна Людмила Васильевна вы не стесняйтесь если вы хотите спросить любую вашу задачу я попробую на лету ее визуализировать в некий сценарий давайте я вам еще покажу как у меня происходит визуализация вот он хочет еще пример с ботом вот у меня выходит этот мой Максим это бот которого я придумал и он говорит но говорит без звука он говорит вот этим текстом но при этом он эмоционален он движется за ним происходят какие-то действия какая-то жизнь и под ним появляется текст вот этот гиф он небольшой насколько он несет в себе информации эти гиф эти элементы шевелящиеся какие-то динамические грамотные можно создавать где угодно есть над чем подумать пишите задавайте вопросы если кому-то из вас интересно попользоваться про мой ну в принципе я рассказал секрет индусов платите эти средства ничего не бойтесь я Белоножкину гарантирую потому что я сам это проверил только следите за календариком и заранее ну где-то за 5-7 дней пишите возврат вернут никуда никаких процентов вы при этом не теряете гарантия возврата денег money back вот эту сумму можете потратить потренироваться и вам все вернется если кому-то очень интересно сообщите прямо здесь кто хочет бесплатно попользоваться моей учетной записью в качестве поощрения за ваши старания если больше вопросов нет Павел я готов завершить на эту встречу всем большое спасибо Павел так ну Павел здесь дорогие друзья давайте поблагодарим Юрия Николаевича за не только за сегодняшний проведенный вебинар но и за весь цикл который в этом году был им проведен это если не изменяет память где-то 15-18 вебинаров вот замечательный был цикл собственно мы к счастью в Директ Академии не можем пожаловаться на те вебинары которые наши постоянные спикеры вели все они были замечательные я надеюсь на то что в будущем году мы продолжим подобную практику вот что еще хотел бы сказать я сам с удовольствием смотрю те вебинары которые веду совместно с нашими спикерами и в том числе вебинары от Юрия Николаевича вот давайте прощаться на лето не не навсегда я надеюсь на лето вот наши последние вебинары наши последние недели многие из вас наверное уже находятся в отпуске но тем не менее я приглашаю вас на те вебинары которые еще предстоят 4 вебинара у нас последние на этой неделе тоже должно быть интересно итак что ж спасибо всем кто пришел до новых встреч в Директ Академии до свидания приходите будет интересно Лариса Валентиновна я увидел ваш запрос пишите в личку мы я сделаю то что вы просите спасибо за интерес до свидания коллеги спасибо еще раз за поздравления Павел до свидания Продолжение следует...